Здравствуйте, подписчикам и гостям! Я Джетли, и меня наконец-таки выписали из стационара. Правда, я не уверена, нужно ли мне ещё раз туда идти, чтобы мне дали опять выписку, которую я должна отнести в ПНД. Но факт остаётся фактом, мне стало гораздо лучше. Спустя 40 с чем-то дней повторного, как это сказать, пребывания в стационаре, то есть я уже там почти год, лечусь. И я надеюсь, что после выписки вот сейчас уже можно будет более-менее жить дальше, без всяких срывов и прочего. Между тем, мне там сделали некоторые анализы, которые показали, что у меня повышенный кортизол, возможно, ещё инсулин повышенный. Мы на него не пересдавали анализы, хотя надо было бы, кто в теме, тот в теме. Мне сказали на днях с выпиской, которую мне назначил эндокринолог, идти к своему районному эндокринологу, который у меня по месту прописки, и уже там разбираться. То есть там сдавать другие анализы и уже следовать советам этого эндокринолога, потому что повышенный кортизол, он вредяет на вес. То есть, возможно, то, что я не могу похудеть, это как раз-таки повышенный кортизол. Также, да, я наконец начала скидывать бумажечки вот эти вот в телегу, и я помню, что вы хотели, чтобы я выпустила ролик про свои прошлые абьюзивные отношения, но я вот даже не знаю, потому что, с одной стороны, эту тему я уже переживала и выплюнула, да, и мне как бы не хочется её опять мусолить. А с другой стороны, эта тема достаточно интересная, потому что там такая неоднозначная ситуация была, в конечном счёте, как бы все повели себя как придурки и всё. Но так как я смотрела достаточно много всяких роликов там про нарциссов, про вот это вот абьюзивные отношения, как бы я себя под них не подгоняла, всё-таки, ну, типа, что-то такое в них есть. Например, то, что если ты долго встречаешься с нарциссом, то потом начинаешь вести себя так же, как нарцисс. И, в принципе, это вполне оправдано, потому что ты начинаешь копировать чужое поведение, тебе кажется, что так правильно. А мне кажется, что у меня такое и было. Я не могу понять в этой ситуации, есть кто-то правый или вообще нет. Или вообще никто не прав. Я не знаю, я могу вам рассказать, но тогда вы в меня сильно тапками не кидайте, потому что... Ну, это будет как история такая, немножко поучительная с какой-то стороны. И напишите, пожалуйста, тогда, если вы хотите, об этом в комментариях. Потому что в прошлый раз, по-моему, все писали в телеге, что кто-то что-то хочет. Ну, хотя в комментариях, по-моему, тоже было. Но ещё раз просто напишите в комментариях, и я тогда сниму, потому что мне придётся готовить материал. Также, если кто-то хочет заказать игрушку, вы можете заказать её в группе, по ссылке вот там вот внизу. Я добавлю ссылку в описании. И если ждёте новых треков, тоже пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что у меня уже почти готов альбом. Мне осталось записать две песни, и... Ну, типа, я могу уже полностью альбом выпускать. Классно, да? Охренеть, конечно. Но это будет самый маленький альбом, наверное, из всех, что вообще существует. Такой компактный. Если что, два моих трека есть ещё на Spotify. Короче говоря, подписывайтесь на телегу. У меня ещё есть бусти, подписывайтесь на бусти. Я там выкладываю некоторые материалы, там даже можно послушать треки уже готовые. Можно послушать черновики к ним. Можно посмотреть картинки, которые я рисую. Всё, прочее. Пятое, десятое. И, в общем, я не умерла, приходите на стримы. Всё, всем спасибо за просмотр. Всем хорошее настроение. Там доброе утро, доброй ночи. Всем спасибо, всем пока.